Химкинская областная больница Васильева, Татьяну Кавтореву, Инну Монастырскую, которые поддержали эти идеи. Все инициативы очень важные. Все, опять же, обыденное, касается стоянок вокруг поликлиник, проезда скорых машин скорой помощи. Будем все рассматривать и двигаться по плану к достижению цели. Таким образом, сформируют общий перечень инициатив горожан, которые в дальнейшем разместят на специальном сайте, где жители Химок смогут голосовать, определяя очередность их воплощения. В этот раз сотрудники активно предлагали инициативы для улучшения жизни округа. Мы единственные, кто принимает детей с инфекционной патологией. И теперь начали принимать детей с острыми отравлениями, тоже со всей Москвы в области. Наверняка остались влечеными того, что к нам очень часто прилетает вертолет. Последнее событие, в прошлую пятницу у нас было 7 просадок вертолетов за день. Нам очень нужна вертолетная площадка. Люди, вовлеченные в проект «Химки интересно жить», думают масштабно, считает главврач и член общественного совета Владислав Мерзонов. Сотрудники больницы предложили проекты по улучшению транспортной доступности, организации парковок и обеспечению бесперебойной работы медучреждений. Не о себе думают и наши медицинские работники, и врачи. Думают так же, наверное, как сейчас и администрация для людей. Мы делаем, видно, что делаем, мы живем одно общее дело. И то, что вот как и начинался этот проект «Химки интересно жить», он дошел. Он проник в души, в сердца и вовлек за собой. Это сегодня было видно по результатам. Результаты впечатляющие. Немалый инициатив уже успешно воплощены в жизнь. Реализация проекта привлекла внимание соседей из других муниципалитетов. Депутат из Долгопрудного Елена Андреева специально приехала в Химки для обмена опытом. Для меня крайне важно было сегодня увидеть, каким образом собираются инициативы в Химках. Ведь с Долгопрудным создано аналогичное движение. Получиться можно в плане выстроенной работы с населением прямого диалога, власти, чатовая система. Она у нас есть, но развита не так хорошо. Подобные встречи проходят и в других коллективах округа. На крупнейших предприятиях, в школах, детских садах. Инициаторами выступили химчане из первичных отделений партии «Единая Россия» и активисты проекта «Химки интересно жить». Редактор субтитров А.Семкин